Если отец ушел из семьи, когда ребенку было три года, влияет ли это на карму ребенка и как избавиться от этого? Когда семья развивается без отца, то мальчик, если это мальчик в семье, то он обычно становится очень эгоистичным, потому что мальчика воспитывает отец, а мать, она его балует в семье. Так всегда устроено. В этом случае мальчик вырастает эгоистичным и безвольным. Он очень упрямый такой характер, здоровый имеет. Чтобы этого не было, для этого нужно матери периодически приводить к наставнику, к своему сыну, чтобы тот с ним общался. И также хорошо иметь друзей, у которых мужчины будут с ним как-то разговаривать, давать ему советы какие-то. Хорошо такого мальчика отдать в секцию, где мужчина – руководитель, чтобы он его воспитывал по-мужски. Так наказана женщина обычно бывает за то, что она пренебрегла волей Бога и рассталась с этим мужчиной. Если без отца растет дочка, то она дичает, то есть она потом очень сильно боится мужчин, и ей трудно с ними установить отношения. Она не может почувствовать мужчину как личность, которая может дать прибежище. Она боится как бы строить более глубокие, близкие отношения с мужчиной. Вот интересно написала. Полгода назад наслушалась ваших лекций. Стала меняться, учиться, быть женщиной, сменила работу, о чем сильно пожалела. И, видимо, не отработала там какие-то уроки с теми людьми, поэтому отрабатываю их сейчас. Работа оказалась скучная, тупая, коллектив в невежестве, включая директора. Желаю всем счастья, молюсь каждый день, не помогай мне. Эта вся обстановка на работе угнетает меня. Я не могу полноценно выполнять свои обязанности в семье. Благодаря вашим лекциям и пожеланиям счастья отношения с мужем стали в сто раз лучше, теплее. Моя природа активная, ничего не делать не могу. Но психологическая обстановка на работе лишает меня всяких сил. Я прихожу домой выжитое. Волиться не могу сейчас, тяжелые времена. Ощущение, что живу в аду. Отвечаю вам на ваш вопрос. Наслушался лекций своего духовного учителя. Езжу, читаю лекции. Люди на лекции в основном приходят невежественные. Страдаю неимоверно. Делаю всякую рекламу, что по благо с ней приходили. Ну, приходят всякие. Мучаюсь. Живу как в аду. Это была шутка. Шутка, однозначно. Я не воспринимаю вас так. Сто процентов. Я воспринимаю как самых лучших, как цвет этого города. Я вас воспринимаю, все, кто здесь сидит. Что-то слушать три часа. Мои болтовни не каждый сможет. Надо очень такой сильный разум иметь, чтобы меня слушать три часа. Поменяйте представление о людях, с которыми вы работаете. И молитва должна ваша быть направлена не на то, чтобы вам легче было жить, а на то, чтобы научиться видеть в них чистоту. Даже если это невежественные люди. У них все равно есть чистота. И будет даже смешно вам с ними рядом находиться во многих вопросах. Потому что мы же смотрим кинокомедию, там можем в кинокомедии видеть невежественных людей. Но так как мы воспринимаем все с добрым чувством, поэтому это все становится смешно. Так? Вы скажете, но это же с другими людьми происходит, не с нами. Я заметил, что если моя жена делает какие-то глупости, и я ей потом это показываю с добрым чувством, это самым смешным анекдотом в ее жизни становится. Например, у моей жены есть такая как бы, ну, трудность, когда она развешивает белье, а ей не нравится, чтобы я туда подходил. Потому что я такой активный, а я могу задеть, там все испорчу. Там же все очень развешивается аккуратно. Это целая система такая. Как бы это очень сложно все там аккуратно это все развесить. Ну, я прихожу и как бы сметаю это все своим движением каким-то одним. И дело дошло до того, что мне даже на два метра к белью подходить нельзя. Ну, потому что, я понимаю, она женщина, у нее она очень чувствительна ко всему, что происходит. Вот. И я просто, ну, как-то в один момент, она проходила мимо белья, а я встал вот так вот, как она, и начал вот так показывать, как нельзя к нему подходить. И сделал это с юмором с большим. Она хохотала просто до изнеможения. И она вот много лет прошло, она вспоминает, смеется опять этот случай. Но я мог бы злиться на эту тему. Но почему я не разозлился? Знаете почему? Потому что в молитве я вот буквально проглотил эту ситуацию. Я взял ее, переварил в своем сердце и попытался понять, почему она так сделала. Сначала мне было просто больно. Что это я не могу никуда подойти в своей квартире. Понимаете, было больно и неприятно. А потом я взял, проглотил эту ситуацию, начал молиться и почувствовал вот эту ее очень сильную щепетильность женскую, что ей надо, чтобы все было аккуратно. Как бы она вот такая. И я это, когда это почувствовал, просто я подумал, в чем моя любовь заключается к этому человеку? В том, чтобы принять ее такой, какая она есть. Поэтому я взял, просто принял это сначала, а потом я даже, Бог мне даже показал, как вообще эту ситуацию, в этой ситуации ей помочь. Чтобы ей вот этот страх, вот это напряжение снять, я просто взял и подшутил вот так. Но я когда шутил, мне не было злобы уже и боли, потому что злоб возникает от боли. Когда мне больно от ситуации, я начинаю злиться. А я в молитве все убрал, у меня не было уже боли, я был готов не подходить, нет проблем. Но я взял просто, как бы ее чуть-чуть передразнил, и она смеялась до упаду там просто. Почему? Потому что другое восприятие на ситуацию, оно приводит в смех всех, а не в состояние злости. Но ваша ситуация на работе указывает только на одно, что вы гордитесь своим благочестием. И проблема не в том, что вы моих лекций наслушались, проблема в том, что вы их наслушались неправильно. Потому что я на каждой лекции говорю о смирении, о служении старшим, о том, что нужно всех прощать, принимать. Но вы как-то больше занялись тем, что вы очищаете свое существование и хотите жить счастливо. Есть три стадии развития личности. Первая стадия. Человек, который встает на путь развития, он уже начал читать молитву, у него уже все получается, он бросил вредные привычки, у него жизнь меняется к лучшему, он начал чувствовать чистоту в сердце своем, у него поменялись отношения с друзьями, и с родственниками. Но проблема заключается в том, что все люди, которые не достигли какой-то глубины в работе над собой, все они хотят только счастья. Они не хотят служить никому. Вернее, они стараются служить, но они хотят только счастья и все. А само желание счастья не означает служение. Это противоположное желание. И так как человек хочет счастья, поэтому он хочет отгородиться от этого мира, найти себе почище работу по возвышению. Родственники тоже должны быть по возвышению все. Не хочу жить с дураками. И так далее, понимаете? То есть человек таким образом бунтует против своей судьбы. Он не понимает, что это Бог ему все это дал, чтобы он, наоборот, посмиреннее был и поглубже понимал этот мир. Но на этой первой стадии развития человек фанатеет. Он не хочет никакой грязи вокруг себя. Он бросает родственников, бросает работу, бросает друзей. Почему он это делает? А потому что он служить еще не научился никому. Он не прощать не научился. Не просить прощения не научился. Не принимать людей не научился. На этой стадии он хочет только счастья, но уже другого. Он просто расчувствовал вкус более возвышенного счастья. Более чистого. Он уже понимает, что освещенная пища лучше, чем простая. Что без мяса есть в тысячу раз приятнее, чем с мясом. Он уже знает, что без вина жить в тысячу раз приятнее, чем с вином. Он уже знает, что без разврата жить чистой, светлой жизнью со своей женой в тысячу раз лучше, чем с развратом. Он уже все это знает, а проблема заключается в том, что он это все делает только для счастья, ему наплевать на других людей, хотя и он понимает мир уже более возвышенно, это первая стадия развития личности. А потом на второй стадии человек начинает понимать, что все, что он сейчас делает, это все пустая трата времени, пока он не научится прощать, просить прощения, принимать других людей и служить всем, кого Бог дал вокруг, никакого развития нет, это просто самообман, такая игра в святость, понимаете, такая. Но есть еще третья стадия, а на этой третьей стадии развития человек получает, он искренне служит Богу и он получает от него знания, от Бога знания, зачем он вообще родился на этой земле. Дело в том, что есть две причины рождения, одна причина это отработать карму, то есть помучиться в этом мире, сдать все экзамены и мучиться дальше в следующем мире, сдавая там экзамен. Но есть еще другая судьба, потому что у Бога на нас, на каждого из нас есть очень возвышенные планы, у каждого из нас есть очень возвышенные планы. И эти планы начинают осуществляться только тогда, когда человек понимает свои отношения с ними, когда он начинает понимать, что он маленькая искорка, и ему самое главное, что в жизни дано, это строить отношения с Большим Солнцем. Как вы думаете, кому выгоднее в этих отношениях, маленькой искорке или Большому Солнцу? Искорке, потому что отцу от Бога-то любви больше идет. Сколько искорка может Богу дать? Совсем немного. А сколько Бог может дать искорке? Бесконечно. Поэтому нельзя думать, что мы в этих отношениях что-то проигрываем. Мы ничего не проигрываем. Мы, наоборот, тысячу раз выигрываем. Когда маленькая искорка обращается к Богу, начинает жить для Бога, то эта жизнь освещает все вокруг. Такой человек реально становится очень ценным для всех. Он реально настолько важен в обществе, настолько важно его пребывание. И это говорится, что несколько десятков человек святых в стране достаточно, чтобы не было войны. Потому что война возникает из-за того, что атмосфера очень сильно оскверняется безбожьим и жестокостью, бессовестностью. Тогда люди начинают решать вопросы с помощью оружия, а не с помощью отношений. Представьте, что вы стали таким человеком, который может так сильно помогать всем вокруг, как ясно солнышко. Сначала мы очищаем свое сердце с помощью отношений со святым человеком. Когда сердце очищено, то у меня внутри всегда спокойствие. У меня нет проблем. Но у меня есть проблема, она заключается в том, что вокруг у других людей есть много беспокойств. Я начинаю молиться за них, прощать прощения, прощать, служить этим людям. И у них тоже все очищается вокруг. Они тоже начинают постепенно жить лучше. Но проблема заключается в том, что вокруг много людей страдает. Вот человек тогда начинает отдавать все силы другим людям, которых он вообще не знает. Разве вы не хотите жить такой жизнью? Когда человек начинает жить такой жизнью, что его проблемы связаны с его личной жизнью, замужество, работа, деньги, все решает само собой. Человек, который начал жить для других, ему не надо сильно беспокоиться о том, чтобы выжить вообще. Проблема выживания уже не стоит. Хотите, я вам это докажу? Вот, допустим, я потеряю дар речи. Может, даже ослепну. Может быть, слышать еще чуть-чуть буду. У меня как бы не будет ни работы, ни дома. Меня все повыгоняют. Кто из вас возьмет меня к себе жить? Ну, 20 человек подняло руку. В каждом городе по 20 человек, значит, я найду, где жить, правильно? Так или нет? Одному надоем, к другому перееду. Ну, то есть я не пропаду, правильно же?